Всем привет, мои хорошие! Давно вы меня просили снять отдельное видео с мотивацией на уборку. Это видео я буду снимать совместно с блогером Маргаритой Бунецкой. Очень люблю Маргариту, не пропуская ни одного ее влога. Кстати, она тоже минималист, и можете посмотреть то, что кухня у нее полная противоположность моей кухне, и она мечтает о белой глянцевой кухне. А еще она снимает очень интересные ролики об экономном меню. Советую вам заглянуть. Сейчас в основном Лера не дает мне спокойно убраться на кухне, и в этот раз я позвала в гости свою младшую сестренку, она пока с ней нянчилась, а я убрала такие места, до которых давно не могу добраться. Есть, конечно, такая ежедневная уборка, я могу гарнитур протереть, холодильник протереть, плиту помыть, микроволновку какие-то, шкафы, чайник, налет, раковину, до этого мне уже тяжело добираться. Вот этот поднос я тоже мою очень редко, постоянно туда ставим мокрые кружки, все стекает с тарелок, и копится этот налет на подносе. Я просто мою обычной лимонной кислотой, всегда она у меня хранится, я ее заказываю по килограмму на Вайлберес, очень удобно, и чайники, и графины, и краны, и ванну, все отмываю лимонной кислотой. Я давно, если честно, отказалась от каких-то силитов, которые избавляют от налета, у меня есть и энергетик был, и фреш бабл, и силит бэнк, но ничего не помогало именно отмыть этот поднос, так что я даже больше и не покупаю. Раньше у нас было очень много разных кружек, мне это все мешало, много времени уходило на мойку посуды, потому что кружка грязная, берешь новую и так далее. Оставили кружку Игорю, которой он пользуется дома, которой он пользуется на работе, одна кружка, моя чайная пара, из которой я сейчас пью чай, и одна кружка для Игоря папы, он у нас частенько работает. Также я сейчас буду мыть графин для воды, графин у нас всегда стоит рядом с чайником, мы не пьем горячий чай и всегда его разбавляем. Воду мы всегда заказываем, красный ключ у нас стоит в кулере, в коридоре, мы не пьем из крана, даже не доверяем фильтру, потому что у нас идет вода напрямую из нашего колодца, и она не всегда идеальная, даже вот когда купаемся, она желтоватого оттенка, так что пока мы не провели центральную воду, мы из колодца не пьем. Ну и когда мы переехали, мы всегда пили из колодца, в чайнике постоянно грели эту воду, и просто чайник у нас отказался работать, сломался, было очень-очень много налета постоянно, графин тоже постоянно в налете, прям вот накипь очень сильная, и мы вот вообще перестали кипятить воду из крана. Чайник у нас от Xiaomi, покупали мы его в DNS, он смарт, с подогревом, очень мне нравится, такой минималистичный, красивый, мыть тоже его очень удобно, одно удовольствие, такой матовый, он тряпочкой протер, и все. Тоже мою лимонной кислотой, добавляю прям туда, раньше кипятилось, сейчас просто губочка прохожу, очень хорошо все отходит. Ну и мы сейчас пообедали, забрали мы с утра сестренку к нам домой, Игорь пока спит после ночи. После Лерочки, конечно, работы очень много, все грязное, весь пол грязный, весь стол, стул, все нужно отмывать, везде разбросана гречка. Но отмывается все легко, и стол и стульчик, никаких следов не остается, все как новое. Этот стулчик, кстати, мы поменяли, когда был Лерочке, по-моему, годик, когда она уже перешла на общий стол, с нами начала кушать. Это стульчик от фабрики Кузя, можете найти их легко в инстаграм. Ну и так как у нас нет посудомоечной машины, все кружки я отмываю пималюксом, раньше я пользовалась содой, но Игорь у меня не любит ей пользоваться, он любит именно пималюкс. Можно все абсолютно помыть, ванну, раковину всю, и вот кружки тоже очень хорошо отмывает, главное хорошо сполоснуть. Кстати, вот эти вот кружки розовые, матовые, из Икеи, ужасно отмываются, вот у кого нет посудомоечной машины, даже не берите, потому что, ну вот один раз чай попил, даже вот сразу не помыл, и все, потом очень тяжело ее отмыть. Ну и многие всегда спрашивают про наш фартук, мы его брали на зон, по-моему, 3 метра, просто разрезали и поделили на 2 стены, очень так реалистично выглядит и легко мыть. Раковина наша очень тоже быстро пачкается, ежедневно нужно ее мыть, я мою где-то раз в 3 дня, вот таким обычным частином, беру его либо в находке, либо в фикс прайс, цена бюджетная, около 70 рублей, надолго хватает. Также отбеливаю, кстати, им всю белую одежду. Раковину мы нашу брали в Леруа Мерлен, искусственный камень, чисто-чисто белая, без всяких крапинок, я очень довольна, красиво выглядят, никаких капель не видно, просто нужно вовремя за ней ухаживать и стараться не ставить туда никакую посуду, никакие кружки, иначе останутся следы. Мыла ее многими средствами, все в порядке с эмалью, также выливала спокойный кипяток, раковина как новая. Почему выбрала именно круглую? Потому что у нас очень мало места для того, чтобы готовить, маленькая площадь, там всего лишь один шкафчик, и я решила хотя бы здесь не занимать пространство. Ну и, конечно же, низкая цена, это временный вариант у нас кухня, все временное, раковин, кран, кухонный гарнитур, все потом будем менять. Ну и часто меня спрашивают, Даша, где у вас мусорное ведро? Я вообще не любитель, когда на кухне стоит мусорное ведро, постоянно у многих вижу эти грязные шкафы, мошки различные и так далее. Я редко пользуюсь, я просто беру одноразовый пакетик, если у меня есть какие-то очистки, и просто уношу в ванную, а здесь у меня хранятся какие-то приспособления для кухни. Переходим к нашей электрической плите. Электрическая плита у нас от Ханса, здесь у нее такая серебристая рамочка, не знаю почему, но мне вот хотелось именно с рамочкой, но сейчас я жалею, как-то надоела она мне. Плиту мою всегда разными средствами, сегодня у меня от Green Love сода, очень-очень так легко пахнет, можно сказать без запаха, это для ежедневной такой уборки, а вот если такие вот сильные пятна, то мне очень помогала паста от Green Way. Насчет плиты тоже, как бы многие говорят, пыль видно, пыль копится очень редко, можно спокойно протереть, знаю много минусов у белых тоже плит, то что въедается вот это все черное, но не знаю, я бы наверное, сейчас бы если брала, я бы выбрала и духовку, и плиту белую. Не знаю, нравится мне белая техника. Ну и часто мне поступает вопрос, какая твоя идеальная кухня, мы уже с мужем выбрали кухню, мы против каких-либо ручек, мы хотим чисто белую, минималистичную, глянцевую кухню. Глянец для меня совсем не страшен, у нас сверху белые шкафчики глянцевые, мне очень легко за ней ухаживать. Также деревянная столешница, это не про меня, у меня постоянно какая-то вода скапливается, я постоянно неаккуратно мою посуду. Конечно же будет посудомоечная машина, но все-таки лучше практичность. Так что насчет столешницы, я думаю, то что будет чисто-чисто белая из искусственного камня, чтобы за ней было легко ухаживать. Вот, а насчет фартука, мы хотели такой под мрамор тоже, под искусственный камень, что-то подобное, керамогранит, потому что на пол мы тоже хотим постелить плитку мрамор. Ну и конечно же обязательно сделать холодильник и микроволновку встроенной, потому что это очень-очень сильно дешевит кухню. А еще мне очень нравится, как сейчас делают розетки, прям вот встраивают в саму столешницу, и нажимаешь, и вылазит розетка, мне кажется, это безумно удобно. Конечно, насчет ремонта, всему свое время, мы будем ремонт делать, наверное, минимум только через три года, мода меняется, но мне кажется, мрамор и белый цвет всегда будет в моде. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и переходите к Маргарите на страничку и смотрите видео с генеральной уборкой на кухне.